Какие формы социальной организации активности могут быть наиболее эффективными реализации пробуждения. Но я думаю, что если каждый из нас начнет помогать, то люди всегда должны найти друг другу ключик. Потому что сейчас время, особенно в России, то, что не до жира, быть бы живы. Какое там дело, кто были наши предки и так далее. Но это не так. Во-первых, действительно без знания прошлого не существует, во-первых. Во-вторых, я считаю, понимаете, во всем мире на русских повесили все мерзости. Русский коммунизм, зараза и так далее, и так далее. Но это ложь полнейшая. Потому что я всегда говорил, хорошо, если я русский и навязал какую-то систему, почему я должен уничтожать свой собственный народ? Если я уничтожу свой собственный народ, или я сумасшедший, если я русский, так? Или я, так сказать, полностью черный, можно сказать, что одно и то же. Так вот, коммуническая система, которая была навязана в Советском Союзе, Российской империи. Больше всего русский народ. От 70 до 80 процентов славян погибло, русских, украинцев, белорусов, от всех коммунистических действий. Уничтожались лучшие люди, нации и всех остальных тоже, но большая часть это русские. Не только потому, что национальности русской было больше среди общего населения, но в принципе, потому что специально делали и так далее. Вопрос. Если был русский коммунист, то русские должны процветать, должны уничтожать все остальные. Правильно? Логически мыслить. Но просил наоборот. Во всем мире считают, что это русский коммунист. Хотя, извините, все до одного лидеры большевиков по всему миру всегда были по национальности. То, что они взяли русские фамилии, как тот же самый Ленин, Троцкий, там, допустим, Камнев, не менять суть того, что они были по национальности. И какую идеологию нанесли. Понимаете? Поэтому обвинять, что... Поэтому нам нужно с вами... И самое страшное, что у многих русских осталась вина, якобы, на русском народе существующая. За что? За то, что русский народ уничтожил всегда, за то, что русский народ всегда помогал другим народам. Я провожу просто такой один пример. В принципе, ни один народ на территории Российской империи не был уничтожен за все существование Российской империи. Ни один. Даже те, которые приходили с оружием, не были уничтожены. А теперь возьмем свободную демократическую страну Соединенных Штатов Америки. Статистика говорит, что на момент открытия Колумбом... Ну, это не открытие, это называют открытие. Она давно была открыта. Ну, как считается сейчас. На территории Северной Америки проживало 2200 племен. Число населения было порядка 20 миллионов столько, сколько проживало в то время в Европе. 20 миллионов в Европе, 20 миллионов в Северной Америке. Сегодня в Европе проживает порядка 300 миллионов человек, так? А в Северной Америке сейчас живет всего 800 тысяч американских индейцев, которые загнаны в резервации. Я проезжал по этим резервациям. Не всем, но что в Калифорнии есть. Могу сказать, это полупустыни. Земля усыпана камнями. Очень много на нее можно сделать, да? Это на своей собственной земле. Они живут в худших землях, своей собственной земли. И из 2200 племен и народов, которые были на момент появления там испанцев и португальцев, на данный момент осталось только 500 племен и народов. Всего на эти 800 тысяч. То есть 1700 племен и народов исчезли полностью за 400 с лишним лет. Только лишь. А в некоторых племенах из этих, которые остались, всего по нескольких десятков человек. Но это может быть уже их нет. Если осталось там 10-15 человек, это уже не племя, не народ. Это только, как говорится, печальный след. Вот вам, пожалуйста. И за что же русский род хаять? Особенно тем же грузинам и другим народам. За то, что спасли их от уничтожения. Надо было не спасать. Извините, иногда берет злозьми этих грудь. Черт возьми. Те же самые грузин полностью были спасены от уничтожения. Если бы не были введены русские войска и русская кровь не пролилась бы, то грузин бы сейчас помине не было. Их вырезали бы всех и ассимилировали, что те остатки-то были. Наши помогли, спасли. А теперь, как Россия, плохая. Вот досадно берет. Почему такая черная неблагодарность? А вот американцам некому возражать. Всех вырезали. 1700 племен вырезали. Ни одного человека не осталось. Кто возражает? Никто. Оставшиеся в загнанной резервации. Молчат, сидят, с вуз не дуют. Только дернутся. Вы знаете, что в 1975 году были возмущения американских индейцев? Что делали американцы власти? Американские. Армию. Расстреляли. И все. И все дела. Но зато никому жаловаться. Не правда? Забавная ситуация. Весь мир знает об этом. Кто знает? И молчат спокойно. Самая свободная страна демократического мира. Ну и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok